Need for Speed, Sirius Sam, DJ Hero, Divinity 2, а также раздень суперсекси-красотку одной кнопкой и на что пялились 250 тысяч японцев. Это и многое другое далее в виртуалите. Привет, меня зовут Макс Васильев и это виртуалити. В ближайшие полчаса вас ждет только самая новая и интересная информация из мира видеоигры компьютерных развлечений. PC-шники, вас ждет очередной облом. Call of Duty Modern Warfare 2 выйдет на 10 дней позже консольной версии. Так вот, пока штампуются диски с игрой, компания Activision заявила, что очень хочет сделать фильм по своему проекту. Честно говоря, немного странное решение, если учесть, что эта серия Call of Duty постоянно заимствовала из кинофильмов самые запоминающиеся моменты. Но поживем-увидим, а пока посмотрим, какие еще игры появятся в ближайшее время. Не хватило скорости в Need for Speed Shift? Не беда. Скоро выйдет гоночка Need for Speed Nitro, где этой самой скорости будет с испытком. И даже больше, ведь игра — самая настоящая аркада. Ни капли симулятора, все просто и быстро. Зато есть тюнинг, городские трассы, коварные соперники и реки этого самого Нитра. Как, вы не знаете, что такое Нитра? Да это же закись азота, та самая магическая пиковина, которой стритрейсеры пихают в свои тачки, чтобы те мчались, как безумные. И... Ну, помните, как в фильме «Форсаж»? Не смотрели? А «Форсаж 2»? И третий тоже? Четвертый? Лисовин Дизель и я заодно. Вам этого никогда не простить. Жаль, что Нитра выходит только на консолях от Нинтендо, поэтому игра фон там соответствующая. Зато про стритрейсеров. Устали от нудных экшенов и заумных шутеров? Весь отобили диалогов в играх и пафосные речи? Так хочется заявить им всем. Да потому что это серьёзный Сэм. Да, тот самый старина Сэм, что радовал нас топом из самых разных противников, тупо набегающих со всех сторон и огромными боссами. А серьёзно он потому, что наконец-то добрался до телевизоров высокого разрешения и получил приставку HD к названию. Изменилась только графика. Сам же процесс отстрела уродцев остался прост, как пушечное ядро. И пусть кто-то скажет «тупое мочилово», мы вам говорим. Незамутнённый экшен. Кто-то возмутится, тупые враги. Нет, мы заявляем «Я Сэм». Мы с тобой Сэм. Кто бы что ни сказал. После такого заряда бодрости хочется чего-нибудь экзотического. Кстати, вы знаете, что в Японии недавно закончилась очередная игровая выставка? Вы опять ничего не знаете? Срочно крутить всем фонарики полчаса и смотреть наш следующий сюжет. «Токио Геймшоу». Помимо сотни игр для мобильных телефонов и десятков непонятных графических новелл, посетители опробовали продолжение Lost Planet и погоняли зомбиков в Dead Rising 2. Всем желающим выдавали демо-версию долгожданного экшена Metal Gear Solid Peace Walker для PSP. А Square Enix показала почти готовую Final Fantasy XIII для PlayStation 3. Nintendo хвалилась новыми играми про самого известного сантехника Mario. А Sony похвалилась эксклюзивами вроде вышедшего Uncharted 2 и Yakuza 4, а также новыми контроллерами и целой кучей игр для PSP. Немало было оригинальных идей. Например, в экшене Ninja Gaiden Sigma 2 разработчики нашли необычайное применение гироскопом геймпада PlayStation 3. Достаточно помахать джойстиком, чтобы сиски главной героини затряслись и встали. Красота! Один только Гайзен Xbox 360, как это принято в Японии, оставался в тени со своей системой управления Project Natal. Что поделать, шутеры вроде Halo 3 ODST японцы не любят. Зато всяких странных игр вроде симулятора машиниста метро или игр про японских школьниц было в избытке. Девушки-стендистки в костюмах или их школьниц тоже радовали глаз. Так же, как и традиционная японская забава косплей, то есть переодевания героев известных игр. В общем, громких сенсаций на выставке не было, но обилие консольных проектов снова показало всему миру, кто рулит на рынке видеоигр. Сайонара, Япония! Да, японцы, они умеют развлекаться. А почему в сюжете не было ни слова про мою самую ожидаемую игру? Про какую это? Про Симбад-мореход в поисках волшебного имбиря 6? Нет, это игра про женщину моей мечты. Ну как? Заинтересовал. Ну-ка давай, колись, кто она? Она умна, дерзка, красива, опасна и дьявольски сексуальна. А как стремительно она двигается, как грациозно порхает в воздухе, разя врагов смертоносным оружием. Зовут эту прелестницу Байонетта. И никому даже в голову не придет, что ей стукнуло уже несколько сотен лет. А все потому, что она ведьма. Пятьсот лета Байонетта пролезала в волшебном сне. А когда она проснулась, то ничего не помнила о своей прошлой жизни. Совсем ничего. В руках у нее было оружие, а вокруг оказались враги, которым сто-то от несчастной девушки. Нужно. Они не знали, что нужно. Но Байонетта не просто красавица, но и отличный воин. Тварям, разбудившим вермочку, пришлось не сладко. Эта красотка способна за считанные секунды приготовить из неприятелей кровавой гуля. Розмарин, тимьян, петрушка и шалфей придадут этому страшному блюду известную остроту. Дело в том, что так разработчики назвали оружие Байонетты. Вы спросите, почему приправы? Да потому, что авторы игры вдохновляли старинно-английской балладой ярмарков Скарбера, в которой упоминаются эти самые специи. В стадии баллады нашла свое воплощение и дизайне уровня. Мы как будто попадаем в Англию 15-16 веков. Мы специально сделали наши города очень похожими на европейские. В средневековой Европе свирепствовала инквизиция, объявившая охоту на ведьм. И это отразилось в игре. Ведь Байонета, ведьма и некие властные листности очень хотят ее прикончить. А поскольку она ведьма, ей доступны и различные колдовские штучки. Превратиться в черную пантеру и разорвать противников в клочки, наколдовать гильотину. Для нее это так же естественно, как поправить причесочку. И между прочим, волосы Байонета — это не просто роскошные черные копна на голове. Они каким-то причудливым образом сплетаются в сексуальный черный наряд, плотно облегающий соблазнительную фигуру героини. Иногда этот костюм снова превращается в Локона, и тогда Байонета предстает перед игроком во всем своем обнаженном великолепии. Обычные удары Байонета дополняет выстрелом из шаткана, эффектным переворотом и добивающим снарядом из базуки, прикрепленных к сопоску. Теперь главное — дождаться выхода игры и умело эти возможности реализовать. Ваш долг, как настоящего мужчины, помочь красотке, и тогда, возможно, она отдалит вас своим поцелуям. Далее в виртуалити, Divinity 2, Ayo, а также стань крутым диджеем и как подружиться с зомби. Это виртуалити, мы вернулись. Японцы придумали Blu-ray-диск, способный хранить 320 гигабайт информации. Вы представляете, сколько туда можно записать игрушек из нашего следующего блока новостей? Чудовище вида прекрасного. Схватили ребенка ужасного, затащили его в волшебную страну и сделали своим королем. Воистину великим королем. Таков сюжет фильма. Там, где живут чудовища. А в одноименной игре этим самым ребенком можно управлять. Ох, и натерпится с ним несчастное чудовище. Ведь он ведет себя так, будто у него шило в одном месте. Бегает, прыгает, плавает и даже летает. Летает! Несмотря на то, что проект исключительно детский, маленькие зрители на просмотре фильма в ужасе убегали. Едва в кадре появлялись чудовища. Теперь все, кто бежал, задрав штаны, смогут полюбоваться на этих тварей в игре. И совсем они не страшны, правда? И треснул нервно пополам. Дымит разлом. Нет, это не ночной дозор. Это пострадала планета Атрея в ММО-РПГ-ЭйО. В результате катаклизма образовались две половинки. Светлая, заселенная и лицами, и темная, в которой восстановались бесноватые асмодиане. А третий раз — сокровожадные балауры. Это настоящие балагуры. Они воюют и со светлыми, и с темными, и даже сами с собой. Не забудулись еще кто из кто? Забудались? Тогда попробуйте себя в недавно начавшемся закрытом бета-тесте проекта. Даже если не удастся завалить парочку балауров, всегда можно воспарить на крыльях, которые выдаются персонажам при регистрации. И главное — никакого разрешения на полеты не требуется. Только вот не вздумайте в воздухе это, ну, того. А то поймают и по шапке дадут, даже если вы девушки. Завести танцпол с зажигательной мелодией, раззадорить горячих девчонок крутейшим миксом и собрать стадион жаждущих колбасы фанатов — это мечта любого диджея. Виртуальная забава DJ Hero откроет ваш музыкальный талант и превратит обычную посиделку в шумное пати. Но о том, насколько она похожа на то, что вытворяют в клубах настоящие кудесники микшерских пультов, нам расскажет Леонид Руденко. Всем привет! С вами Леонид Руденко, и мы с вами в реальном времени тестируем новую игру DJ Hero. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Было супер, когда я только пришел в студию, я увидел вот этот непонятный контроллер, я думал, что это полная фигня. Черт, какая-то очень сложная фигня. Но когда я уже начал качать башкой, уже дрыгаться за столом, и вы, наверное, уже поняли, что я целиком в процессе, так что, друзья мои, это никакая не фигня, это очень реальная игрушка. Кстати, играю я очень известным персонажем, Grandmaster Flash, это человек, который в реальности существует. После того, как мы выбрали все необходимые пункты меню, каким DJM будем играть, на какой площадке какие песни, и переходим к основной части. Здесь мы видим три кнопки. Зеленую, красную и синюю. Каждая из этих кнопок отвечает за одну дорожку. Всего в игре три дорожки. Зеленая и синяя дорожки, они отвечают непосредственно за звук. Это те песни, которые мы микшируем. Красная дорожка у нас отвечает за звуковые эффекты. Здесь находится кроссфейдер. Микширует единое целое, звук слева и справа канала, в данном случае зеленая и синяя кнопка. Мне кажется, я сейчас достаточно неплохо прохожу. Ура, у меня получился наконец-то скрэч. Вот сейчас был сложный момент. Я просто не успеваю попадать в клавишу. Самое главное прирубить, под каким пальцем какая кнопка. Мы сейчас пользуемся кроссфейдером. И обратно. Когда ты набрал определенное количество очков, это много 23 тысяч очков? Тебе доступен режим эйфории, начинает моргать кнопочка. Черная. Ты на нее нажимаешь. И на какое-то время, пока действует эйфория, ты можешь, соответственно, кайфовать. То есть левую руку, если ты кроссфейдер бьешь под левой рукой, ты поднимаешь, качаешь на рот, а все-таки правая рука у тебя остается задействована, нажимая кнопки. Многие диджеи мечтают выступать на больших танцполах, но нет возможности. Здесь можно посмотреть. И всегда благодарная публика. Я заметила, если ты ошибаешься, она все равно пляшет. Эта музыка, и она не пригрузит после работы в клубе, она наоборот способна отвлечь, поскольку это нечто иное. В общем, только положительные эмоции. Главное колоночки побольше, чтобы музяка качалась. Далее в Виртуалити. Что делать, если бывшие подельники хотят вас убить? И как стать самым сильным и ловким? Это Виртуалити. Мы продолжаем знакомить вас с новым и интересным из мира компьютерных развлечений. И давайте снова вернемся к Call of Duty Modern Warfare 2. Один из новых трейлеров игры не на шутку взволновал американцев. Все дело в том, что в нем показана столица Асашай, Вашингтон, которая лежит в руинах после атаки террористов. Некоторые противники видеоигр уже активно выступают за запрет Modern Warfare 2. Наивные люди. Интересно, а что бы они сказали, если бы Вашингтон разрушил, к примеру, огнедышащий дракон из нашего следующего сюжета? Сотни лет Ревелон был образцовым королевством. Но внезапно пробудилось древнее зло. И процветающая страна уже никогда не будет такой, как прежде. Лишь молодой герой. Стоп, 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 стоп. Это уже было. В игре Divine Divinity мы сразили древнее зло, а потом добили его в дополнение Beyond Divinity. И вот на пороге стоит Divinity 2, Эго-Драконис. Чувствуете его обжигающее дыхание? Divinity 2, Эго-Драконис — это эпическая РПГ, в которой Вы сможете управлять драконом. Начинаете Вы как убийца тех самых драконов, но потом судьба кидает Вас в логово драконов, и к Вам приходит часть их разрушительной мощи. Вместе с целой кучей проблем. Проблема номер один. Бывшие товарищи прознали, что Вы теперь один из драконов, и теперь охотятся за Вашей головой. Проблема номер два. Голос дракона, живущий в Вашей голове. Он постоянно дает советы и призывает спасти уцелевших драконов от истребления. И третья проблема. Это Ваша способность превращаться в дракона. Вроде бы быть большим и сильным — это круто, но подумайте, как огромному дракону найти ночлег, и где восстанавливаться после полученных ранений, а? Ну скажите, где? Дайвик Целью у Вас будет своя боевая башня. Это здание, в котором Вы сможете попробовать себя в роли алхимика и оккультиста, или тренировать свои умения, соединяя и усиливая удары. Аааа! Ааа! Дивинити 2 у Вас будет 70 различных умений, от магических до боевых, и множество комбо-ударов. А кому мало сражений на земле, превращайтесь в дракона и жгите врагов в небесах. Кстати, все сражения проходят в реальном времени, но при желании можно поставить игру на паузу, подыщить героев и отдать им различные приказы, среди которых есть довольно необычные. Тьма опускается на ревелон молодой охоты, ведь ты должен остановить ее. У Вас будет уникальный скилл чтения мыслей. Когда Вы его используете, Вы узнаете, о чем думает этот человек. Победить такого противника будет проще, а в мирных целях этот навык поможет Вам снизить цену на товар во время торговли. Помните... Человек-дракон, чтение мыслей и лично некромант, создающий Вам армию франкенштейнов из бывших врагов. Нам уже нравится Дивинити-20. Остается лишь добавить, что игра будет полностью локализована, и даже самые непонятливые геймеры разберутся во всех тонкостях этого великолепного сюжета. Ну что, со свободу дракона в бой! Дивинити-20 Конечно, странно, что главный герой Дивинити-2 слышит в своей голове голос дракона. Но Вы знаете, он далеко не одинок в таких странностях. Наш киберспортивный обозреватель Лиссориус тоже признался, что частенько в его голове звучат потусторонние голоса. Хотите, проверим? Итак, Лиссориус, скажи, а ты сейчас слышишь в голове какие-нибудь голоса? Да, Макс, слышу тебя! Слышу, но с трудом! Итак, здесь, в самом центре Москвы, обнаружилось большое скопление геймеров. Грохочет музыка, а публику развлекают различными шоу. С финалами World Cyber Games Россия так всегда. С виду праздник, на самом деле, серьезный турнир. Виртуозы клика со всей страны бьются за чемпионство в четырех дисциплинах. StarCraft, WarCraft 3, FIFA 09 и Counter-Strike. На кону билеты в Китай на всемирный финал Киберолимпиады. Участников больше сотни. Конкуренция жуткая. И велик соблазн добиться успеха любой ценой. Про геймеры, народ горячий, где не хватает мастерства, давят авторитетом. На языке геймеров это называется мошлить. Много было различных ситуаций, много было попыток вести судейство в заблуждение. Дошло до дисквалификации одной из команд. Впрочем, есть и примеры настоящего спортивного благородства. Финалист StarCraft Игорь Уткин банально подарил золото Соклановцу Павлу Кузнецову. Протос утюжил тирана, однако написал Джи-Джи. Чудак-человек, но утверждает, что все сделал правильно. В игре, когда был счет 1-1, и я понял, что выигрываю, я осознал, что я по сравнению с Пашей не достоин просто взять и выиграть в ЭЦГ. Победитель в дисциплине Warcraft 3, верховодец нежити Дмитрий Костин, напротив, сантиментов не расточает. Его проблема – расплодившиеся зеленокожие конкуренты. Пришло огромное количество арков, которые сейчас всех и вся выигрывают. С последних 19 турниров где-то 15 выиграли арки. Удар, гол! Весь пьедестал FIFA впервые за историю чемпионатов России заняли москвичи. Секрет успеха столичных дриблеров прост. Тренироваться 2-3 часа в день и... Играть в реальный футбол, конечно же. Это несомненное удовольствие. Особенно я люблю делать подкации. Просто доставляет дикое удовольствие. Последняя в торжественном списке – уфимская Counter-Strike пятерка TPU Sports, чей финал против Virtus.pro стал настоящим украшением кибер-игр. The Inferno, The Train, The Dust 2. Три тура кровавых сертак и вокруг бомбы принесли успех регионалам. Поклонники Virtus'ов не хнэчте. Китай по регламенту отправляются оба призера. Я буду требовать и стараться, чтобы они были максимально собраны, чтобы они показали лучший результат и чтобы они никого не боялись. Такой вот винегрет из хэдшотов, криков «тащи» и вспотевших мышек. Каковы бойцы? Орой! Ну что, российская сборная на гранд-финал определена. И уже вскоре наши парни будут проливать виртуальную кровушку за Родину-Мать. Прости, Макс, нахлынули патриотические чувства. Славься, прогеймерство наше свободное. Спасибо, Лиссориус. Мы обязательно пригласим тебя на наш новогодний корпоратив. Ну а на сегодня все. Смотрите в следующем выпуске Виртуалити. Фильмы и игры. Кто у кого что ворует и чем все это закончится. Новые подробности из жизни наемных убийц и во что поиграть на Хэллоуин. С вами был Макс Васильев. Стэндбай. Субтитры сделал DimaTorzok